Здравствуйте, в эфире канала Россия, итоговая информационная программа События недели. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел прием граждан в приемной президента России в регионе. Руководитель республики пообщался с заявителями из Прикубанского, Хабецкого и Зеленчукского районов. Люди обратились с просьбами о строительстве новых социальных объектов и о ремонте дорожного полотна. По итогам приема граждан глава Карачаева Черкесии принял ряд решений. Так, до 1 октября 2024 года в селе Привольное будет построена новая спортивная площадка. Она будет состоять из зоны для игровых видов спорта, зоны с уличными тренажерами, предусмотрено специальное ограждение и освещение. Поручил дополнительно выполнить благоустройство территории рядом с площадкой и установить тротуары. Также дал поручение Минстрою и Минкульту Республики внести предложение по строительству Дома культуры в Привольном. Также до конца текущего года будет отремонтирована улица Кабардинская в ауле Беслиней. А в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды, которая реализуется по поручению президента России, в 2024 году будет благоустроена общественная территория в центре станицы Зеленчукская перед Домом культуры, где сейчас завершается ремонт. Все решения Рашид Тимрезов поручил взять на контроль профильных министров. На этой неделе мусульмане всего мира отметили ураза Байрам. 10 апреля в соборной мечети республиканской столицы сотни верующих собрались для совместной праздничной молитвы. В коллективном намазе принял участие глава республики Рашид Тимрезов, депутаты парламента и члены правительства. В благошелательную атмосферу праздничной молитвы окунулась и наша съемочная группа. Смотрите подробности. Под звуки призыва на молитву верующие с утра спешат на коллективную праздничную молитву. Позади месяц строгого поста, во время которого нельзя ни пить, ни есть от восхода до заката солнца. Несмотря на тяжелые физические и нравственные испытания, для истинно верующих месяц Рамазан проходит легко и быстро. Ураза, как всегда, он очень быстро пролетел, а в этом году особенно. Может быть, погода тому способствовала, было не так жарко. Он всегда так быстро проходит. Поэтому имамы во всех мечетях просят людей, чтобы делали добро, творили добро. В коллективном намазе приняли участие глава республики Рашид Тимрезов, сенатор Ахмад Салпагаров, депутаты парламента и члены правительства. Во время праздничной молитвы муфтий Карачаева-Черкесий Исмаил Хаджибердиев поздравил собравшихся с праздником, пожелал мира и благополучия всем жителям республики. Также отметил, что традиционные конфессии вместе с органами госвласти проводят в тесном взаимодействии совместную работу по улучшению качества жизни. Свидетельство этому то, что глава республики вместе со своей семьей, с отцом, с братьями были вместе с нами на празднике. После окончания коллективного намаза мусульмане поздравляют друг друга с окончанием строгого поста, желают здоровья и благополучия. В этом году, как сейчас муфтий подчеркнул, он очень быстро прошел. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей Карачаева-Черкесии, мусульман, которые держали пост и молили Всевышнего о том, чтобы был мир на земле и чтобы до следующего рамадана здравии, со здоровьем дожить. Радость, благодать, душа поднимается, приятно, доволен. Всем жителям Карачаева-Черкесии желаю здоровья, счастья. Дома у каждого было приятно, хорошо. И все этот год встретили здравие, не болели, живы, здоровы и друг друга вот так поздравляли. Дай Аллах всем здоровья и счастья каждому дому. Сразу по окончании праздничной молитвы принято проведывать родных и близких, угощать сладостями и дарить подарки. Мурат Шентюзов, Михаак Аракелян, Вести Карачаева-Черкесия. В управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии подвели итоги работы за минувший год и провели торжественное мероприятие, посвященное Году семьи. Руководитель управления Юрий Доттаев рассказал об обеспечении казначейского обслуживания, исполнении республиканского бюджета и бюджета муниципалитетов. Он отметил, что по данным Департамента проектной деятельности правительства России, Карачаева-Черкесия заняла 11 место среди субъектов страны по кассовому исполнению федерального бюджета по итогам прошлого года. Было отмечено, управление не осталось в стороне и оказывает посильную помощь военнослужащим, участвующим в зоне СВО. Приятным событием для казначеев и членов их семей стало награждение ведомственными орденами, почетными грамотами, ценными подарками и букетами цветов. В мероприятии приняли участие представители федерального казначейства и региональных властей. В приветственном слове гости отметили, что Год семьи – отличный повод проводить как можно больше совместных мероприятий вместе с родными и близкими сотрудников казначейства. Мы сегодня говорили о том, что дети – это наше будущее. То, что мы сегодня вложим в наших детей, завтра ждет нас, нашу страну, нашу семью, наши традиции. Поэтому очень важно сегодня весь коллектив собрался с детьми, и чтобы они видели яркий пример, чтобы способствовал им в дальнейшем. Это год в семье объявлен Владимира Владимировича, намеченный ряд мероприятий по многим регионам России. Мы тоже будем участвовать в этих мероприятиях для того, чтобы эти достойные традиции продолжать. Сейчас реклама, после продолжим. КАВКАЗ БИЛД Уже скоро. КАВКАЗ БИЛД. Строительная выставка в минеральных водах. Громаднейший выбор материалов, оборудования, технологии, техники. 300 поставщиков из 12 стран мира. С 24 по 26 апреля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки. Гоголя 80. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Вецкие меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Новая демисезонная коллекция. Культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вестимагадан.ру Отдам в хорошие руки щенков-дворняжек. Один месяц. Небольшого роста. Отлично подойдут для охраны двора. Телефон 8 909 497 35 01. Находится в селе Чапаевское. Студия звукозаписи, досуговая комната, кабинет движения первых. И это еще не все. В Черкесске открыли молодежный центр. Он станет местом притяжения активных и творческих людей, платформой для реализации их потенциала. Какие возможности для реализации предлагает новое современное молодежное пространство, расскажет Альбина Ламкова. Я мечтаю стать защитником нашего Отечества. И поэтому нужно продвигаться, учиться сразу, чтобы постепенно. Хочу. Ну, врачом. Военным врачом, да? Я хочу быть тоже военным, и поэтому занимаюсь. Мне это нравится с детства. Велия Татаран и Екатерина Еременко занимаются стрельбой не первый год. Относятся с большой ответственностью к занятиям. Когда пуля вылетает из ствола, ничего уже поменять нельзя. Занятия спортивной стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, выдержку, наблюдательность и волю к победе. Главная цель – попасть в мишень. В центре есть все необходимое для проведения мероприятий в сфере молодежной политики. Развитие кадрового потенциала молодежи республики. Организована и площадка по развитию молодежного добровольчества, где созданы все условия для волонтерской деятельности. Участвовала в многих мероприятиях. Хочу сказать, что данный центр дает большие возможности. Например, я в социальном плане выросла, то есть я стала более коммуникабельная. Я научилась презентовать себя. Многие мероприятия дали мне реализовать себя и понять, кем я хочу быть в этой жизни. И считаю, что этот центр может помочь многим ребятам реализоваться. Здесь, в центре, функционирует региональное отделение движения первых, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Конференц-зал, музей и актовый зал, где проходят встречи и мастер-классы с успешными людьми республики. Когда уже зашел в борцовский зал, оттуда уже выйти было невозможно. Поэтому, как говорится, раз и навсегда. А если ты занимаешься тем делом, который любишь, у тебя в этом деле всегда будет результат. В молодежном пространстве предусмотрена и комната отдыха, есть студия звукозаписи, еще много для полноценного развития, воспитания и реализации молодых людей региона. Для комфортного пребывания проведен капитальный ремонт во всех кабинетах. Установили современное оборудование. В этом убедились и гости, которые пришли на торжественное мероприятие. Открытие центра стало возможным благодаря программе Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». Новое современное пространство для развития молодежи запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта образования. Заработал центр в рамках Года молодежи, объявленного главой Корчаевой Черкесии Рашидом Темрезовым. Созданы хорошие условия для того, чтобы вы здесь не только приобретали определенные навыки, но и для того, чтобы вы имели определенную точку роста профессионального по тем или иным направлениям. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Из Карачаева, Черкесии в зону специальной военной операции отправили транспортное средство повышенной проходимости. Этот автомобиль предоставлен региональным управлением Россельхознадзора и при посредничестве Народного фронта доставлен военнослужащим из нашей республики. Подробности у Артура Мхце. Стоящий около регионального управления Россельхознадзора автомобиль в ближайшее время отправится в зону СВО. Зная о потребностях военнослужащих из Карачаево-Черкесии в транспорте повышенной проходимости, руководство ведомства приняло решение передать им буханку. Мы понимаем, что на сегодняшний день даже минимальная поддержка, минимальная помощь имеет важное значение. Мы надеемся, что данный автомобиль поможет им в каких-то решениях своих задач. Данный автомобиль мы немного подремонтировали, чтобы он был в идеальном состоянии. И через посредничество и координацию Народного фронта в Карачаево-Черкесии мы его передаем нашим воинам на СВО. Прежде чем отправить транспорт в зону специальной военной операции, эксперты Народного фронта протестировали его повышенную проходимость. При необходимости внести какие-либо коррективы сейчас куда проще, чем в условиях выполнения боевых задач. Проблем с проездом по пересечённой местности не возникло. Уверенное вождение и надёжность полноприводной буханки позволили оставить позади сложный участок. Далее общественники проверили способность УАЗа преодолевать небольшую водную преграду. Вы видели, что действительно всё работает. Огромная благодарность сотрудникам Россельхознадзора по Карачаево-Черкесии, которые привели ещё в порядок, кое-что поменяли, то есть привели в то состояние, чтобы наиболее эффективно выполнялись боевые задачи. Сегодня мы удостоверились в том, что машина действительно будет помощником для наших ребят в зоне боевых действий. В ближайшее время будут решены все вопросы с документацией, и автомобиль доставят военнослужащим из Карачаево-Черкесии. К слову, это далеко не первый транспорт, который власти и ведомства нашей республики отправляют в зону специальной военной операции. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Общество всерьёз задумалось о здоровье нации. А причина тому – наводнение потребительского рынка всевозможными вредными и даже опасными курительными смесями и безакцизной табачной продукцией. Эти проблемы и возможности их искоренения обсудили в общественной палате Карачаево-Черкесии на заседании по противодействию незаконному обороту табачной и никотиносодержащей продукции на территории республики. Мадина Каракетова подробнее. Незаконный оборот промышленной продукции на сегодняшний день приобретает наибольшую актуальность. В республику стали массово возить контрафактную фальсифицированную продукцию. Это, конечно же, создаёт большие риски для здоровья населения, а ещё способствует созданию недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, наносят весомый ущерб экономике региона и страны в целом. Но больше всего участники заседания обеспокоены здоровьем потребителей, в особенности подрастающих поколений. По информации МВД, особую популярность приобрели среди молодёжи электронные сигареты, курительные смеси. Запрещенную снюс умудряются достать даже на свай. В 2023 году в Черкесске сотрудниками полиции было изъято более 13 тысяч нелегальных сигарет, в основном привезённых из Армении и Беларуси. Сотрудниками в 2023 году выявлено административные правонарушения по незаконному обороту табачной продукции. Привлечены 384 лиц к административной ответственности. Также была пересечена деятельность магазинов, которые продавали запрещенные на территории Российской Федерации жевательный табак, как называется, снюс, которые запрещены на территории Российской Федерации. Работа в этом направлении продолжается, проинформировал участников заседания Альбек Тагалеков. Более того, это вопрос на особом контроле у министра внутренних дел Карачаева-Черкесии. Вопрос борьбы с табакокурением и употреблением алкоголя на региональном и на федеральном уровне стоит на одном из первых мест, подчеркнул депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии Василий Поляков. Он отметил, что, возможно, в силу традиций, которые у нас имеют большое воспитательное значение, молодёжь в нашей республике по сравнению с другими регионами всё же курит меньше, но возникают всё новые и новые вредные соблазны. Мы замечаем, насколько увеличилось число всевозможных кальянных, торговых точек по продаже именно вейпов и курительных смесей. На мой взгляд, я хоть и не представитель медицины, именно курительные смеси и вейпы являются основной угрозой для подрастающего поколения, особенно потому, что организм молодой, неокрепший, построение как бы такой становой, скажем, части молодого организма отравляется, потому что на сегодняшний день и в Российской Федерации, и, насколько я знаю, в Карачаево-Черкесии нет каких-то конкретных лабораторий, определяющих составляющую этих курительных смесей. Василий Поляков выразил уверенность, что те меры и законы, направленные на борьбу с тенопастью, которые сейчас принимаются на федеральном уровне, а позже будут приняты и в регионах. Речь идет об ограничении продажи и значительном ужесточении штрафов за нарушение при обороте табачной продукции, которые установлены с 1 апреля текущего года, в значительном мере улучшат ситуацию. Участники заседания обсудили и ряд других важных в этой работе вопросов, вплоть до ужесточения требований к наружной рекламе торговых точек, реализующих табачную продукцию. По итогам заседания были составлены рекомендации Министерству промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии осуществлять мониторинг хотя бы раз в квартах по нелегальному обороту табачной продукции, а управлению Роспотребнадзора усилить контроль в отношении торговых точек, реализующих табачную и никотинозадержащую продукцию. Все эти предложения будут направлены в общественную палату России. В республике отметили самый душевный праздник – Всероссийский день беременных. Это один из самых молодых праздников. Его отмечают с 22-го года. Проводят дважды в год. На этот раз провели его в рамках года семьи, и он приобрел особое значение. Множество положительных эмоций получили не только будущие мамы, но и гости праздника. Зарядилась радостью от позитивного мероприятия и Альбина Ланкова. Эмоциональная связь между мамой и ребенком особая. Она зарождается с первых дней беременности. Поэтому важно уделять каждой женщине внимание в этот период. Но не забывать об этом и на протяжении всей жизни. Тогда будет крепкая и дружная семья. Именно такая семья у Ольги Пасечник. Она воспитала двоих дочерей. Они уже взрослые. Теперь ждет третьего ребенка. В их семье царит взаимопонимание и уважение. Еще важен здоровый образ жизни. Здоровая мама – здоровые дети. Мы придерживаемся правил советоваться друг с другом, помогать друг другу. Самое главное – следить за здоровьем. Я за спорт, я за спортивную семью. Поэтому будем ждать нашего мальчика или девочку. Приучать к здоровому образу жизни. Семья, дети, дом – вечные ценности для любого здравомыслящего человека. Мамой быть нелегко и это не зависит от времени. В современном мире многое в помощь. Но самое главное – это поддержка мужа, говорит Ольга Викторовна. Я считаю, что для беременных женщин, которые в положении, важна забота, забота окружающих. И самое главное – забота мужа и близких, и поддержка дочерей и близких. Что важно для того, чтобы семья была крепкая и дети росли в радости? Мне кажется, что важнее всего, чтобы между супругами была гармония, была любовь. Потому что дети, они должны появляться из любви, для любви и ради любви. В ожидании братика и сестры, да? Да, братика хочу братика. Помогать будете маме? Конечно. А если сестры могут? А если сестры тоже будем ждать. Всех будем ждать. Врачи Республиканского перинатального центра организовали настоящий праздник для будущих мам. Самым волнительным моментом торжества для всех стало объявление полуребенка. До этого времени будущие мамы прошли УЗИ, а результат сообщили на празднике. Женщинам приготовили сувениры, учитывая гендер ребенка. В семье Ольги Пасечник ждали мальчика. Результат УЗИ обрадовал. На торжестве чествовали и отмечали многодетных мам. Многие молодые женщины не решаются на этот шаг, опасаясь трудностей и ответственности. Но статус матери многое меняет в жизни. И в первую очередь мировоззрение. Эльмира Будаева решила стать многодетной мамой. С супругом воспитывает пятерых детей. У нас первая девочка, ей 11 лет, а затем вот у нас пошли мальчишки. У нас 5 лет, 4 года и двойняшки мальчишки. Вот родились у нас 2 года назад. Сейчас мы ожидаем девочку, ждем 6-го. И для нас это большая радость, большое счастье. И я считаю, что вообще женское счастье – это именно дом, семья и дети. Эльмира понимает, что у малыша это большая ответственность, но в то же время осознает – подарить ей жизнь – это важнейшая миссия женщины. Хотела бы отметить помощь супруга, который дает мне поддержку моральную, физическую. То есть он помогает всячески. И для меня это как двигатель для того, чтобы продолжать дальше выполнять поручения нашего президента и повышать рождаемость в нашей стране. «Секрет большой семьи – любовь и понимание, где главным героем служит мама», отметила в своем выступлении на празднике заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Тамара Кепкеева, продолжив, что очень важно сохранять семейные ценности и традиции. Преследуя эту цель, глава государства объявил 2024 год годом семьи. «Я сама в выходе из многодетной семьи. И когда я поступала в институт и уже встал в выбор профессии, безусловно, без всякого отомнения, я выбрала в шерстную гинекологию и 20 лет проработала в родильном отделении». Тамара Кепкеева отметила, что ни одна специальность не приносит столько радости. Рождение ребенка – чудо. Этот момент ни с чем не сравним. Многие женщины, ощущая поддержку, становятся многодетными мамами. Их пригласили на праздник. Некоторые воспитывают по 11 детей. Это тяжелый труд, отметили врачи Республиканского перинатального центра. 7 апреля вся Российская Федерация чествует беременных женщин в рамках проведения всероссийской акции «Крепкая семья – все беременные». Цель праздника – содействие в повышении рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения в материнству и детству. Каждая беременность должна закончиться рождением ребенка. И пусть она у вас протекает так, чтобы в будущем ее хотелось повторить. Главная персона в сфере демографии – беременной. Это надежда нации наше будущее, отметила Евгения Пономарева. Гостей приветствовал и многодетный священник, благочинный православных церквей Северного округа Карачаева-Черкесии – отец Александр. «Отец пятерых сыновей. А, конечно, только пожелание женщинам в положении не переживать. Все будет нормально. Главное, конечно, чтобы вас поддержали ваши близкие, ваши мужья, ваши родные. От этого зависит. Я уверен, что у кого много детей, у тех очень большая поддержка в семье. Это всегда так было и так будет. А, конечно же, пожелать здоровья, пожелать Божьей помощи, Божьей милости. Ну и, конечно, никак без этого. Это моя роль и моя миссия. Воспитывайте своих детей в вере своих отцов и матерей». Герои праздника, будущие мамы, выходили по очереди на сцену под аплодисменты. Каждая получала цветы и подарки. Радовали на мероприятии не только их, но и их детей. Им предоставили чудесную возможность перевоплотиться в удивительный образ или любимого героя, разрисовав красками их лица. «Номер пять! Номер пять!» Организаторы мероприятия подошли к делу всесторонним. Женщин не только поздравляли. Были сюрпризы в виде беспроигрышной лотереи. Молодым мамам вручили полезные подарки. Полезными были не только подарки, но и информация. Ее предоставили сотрудники социального фонда. Они рассказали о выплатах и способах их получения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия в лицах и судьбах. Необычная уличная фотовыставка открылась прямо на центральном бульваре республиканской столицы. Автор Андрей Смольников выставил не просто портреты наших земляков. Он смог четко передать их человеческую судьбу. Что неудивительно, он сам человек удивительной судьбы. В прошлом военный офицер прошел Чеченскую войну и защищал Дагестан от боевиков. Сейчас Андрей Смольников – фотохудожник Международной Федерации фотоискусства, кавалер Ордена Мужества России. Белла Джазаева об истории большой любви к Кавказу и его людям и фотографии. Каждая фотография показывает, насколько горцы близки автору по духу, по менталитету и даже по характеру. Ведь он и сам вырос на Кавказе. Андрей говорит, получаю удовольствие, когда снимаю этих людей, а потом дарю им их портреты. Все снимки Андрей передает в музеи, где они хранятся в архиве с подробными описаниями, где именно сделана фотография и кто на ней изображен. Таким образом, даже через сто лет эта информация будет доступна. Такой выставки у нас еще не было. Не потому, что у нас нет героев. Героев у нас очень много. Героев с каждым днем становится все больше. Но вот именно Андрей Петрович нашел такую возможность, такой подход, такой взгляд, который не каждому фотографу вообще природой дан. И я думаю, для нашей республики, как и для многих республик, где Андрей Петрович поработал, это огромная радость, что есть такая возможность, есть такой взгляд, есть такая рука, которая это зафиксировала. Про свое увлечение фотографией Андрей вспомнил, когда ушел с военной службы. И практически сразу стал снимать не для семейного альбома, а красоту Кавказа. Так продолжалось несколько лет, пока он не понял, насколько интересно снимать людей. Андрей отлично знает многих людей, которых фотографирует. Со многими крепко дружит. Фотограф считает, что помимо искренней любви к своему ремеслу, для получения отличных снимков нужна насмотренность и непременно взгляд в человеческую душу. Есть такие вещи, я всегда говорю, они в душе, их невозможно как-то объяснить, про них нужно рассказать. С таким трепетом относишься, с такой любовью. И много есть, чему научиться, много есть, чему поучиться. Отношения и вера, почитание предков, культура, традиции. Много-много всего. Это вообще одна из любимых тем народа Северного Кавказа. В нашем городе была выставлена маленькая часть работ Андрея Смольникова, посвященная именно нашей республике. Но каждый зритель получил неописуемое удовольствие от увиденного. Кто-то увидел здесь своих родных и близких. Также неизгладимое впечатление на присутствующих произвели портреты наших известных людей и просто шедевральные фото людей старшего поколения. А нам удалось даже встретить маленькую героиню, которую Андрей фотографировал несколько лет назад. Я помню, как меня снимали. Это было очень неожиданно. Мне очень понравилось. И вот я сегодня пришла и снова увидела свои фотографии. И я очень обрадовалась. Фотография для этого автора – это уже образ жизни. Возвращаясь из очередной поездки, перебрав отснятый материал, уже через пару недель Андрея снова тянет на новую экспедицию. Снимать и еще раз снимать. А свое истинное призвание этот художник видит в фотографировании людей. И надо сказать, что это не просто снимки. Это блистательные фотокартины о людях, о судьбах, о жизни. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкисия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин